Здравствуйте, уважаемые подписчики! Спасибо всем тем, кто подписывался на эту машину, тем, кто продолжает подписываться на эту машину. Несмотря на то, что последний пост в бортовом журнале был 5 лет назад, работы над машиной ведутся. Начиная с предыстории о карбюраторах Кейхина и Жигулевском моторе, было желание построить злой атмосферный мотор. Но потом возникли чисто технические проблемы, в плане того, что крайне сложно найти железо, какое-то интересное спортивное железо на классический мотор в данный момент. Опять же, посмотрев по форумам, поездив по магазинам, в Южный порт и в другие, распредвал злой с фазой больше 300 на классический мотор найти сейчас, наверное, нереально. По крайней мере, мне это не удалось. Либо, если даже какие-то варианты подворачивались, более-менее подходящие, на мой взгляд, за них был абсолютно неадекватный ценник. Поэтому от постройки классического мотора все-таки пришлось отказаться. Несмотря на то, что была уже сделана головка, распилены каналы, срезана плоскость головки под степень сжатия, по-моему, 11,5. В конечном итоге все это лежит в углу гаража. Сразу почему-то не рассматривался F3R. Несмотря на то, что все его хвалят, многие советовали, не заморачивайся, не забивай себе голову, поставь F3R, и все у тебя будет прекрасно, будешь ездить наказывать иномарки, тяговитость, комфорт, адекватный расход и так далее и тому подобное. Комфорт и расход в плане езды на этом автомобиле не сильно меня волнует. Комфорт, да, расход абсолютно не волнует, потому что на каждый день у меня есть Skoda с мотором 1.6, восьмиклапанным, унылым, 101 лошадиная сила, который не едет абсолютно. Мотор уже там сейчас вот-вот отъедет. Расход масла там сейчас порядка литра на тысячу километров. Но тем не менее она как бы возит. Не напрягает, не ломается. Прекрасно. Если этот автомобиль рассматривается как автомобиль выходного дня, то его расход меня в принципе волновать не должен. Поэтому в конечном итоге было принято решение поставить туда вазовский шестнарь. Ну, в общем, как я уже говорил, по мотору велосипед не изобретался. Путь, проторенный многими тазоводами и очень хорошо работающий. То есть, соответственно, 16-клапанный мотор, турбина, TD04L, классическая для, по-моему, турбомоторов подобного плана. Турбина уже тихонечко помирает. Ну, и она куплена была за такие деньги, когда не стоит ожидать от турбины ничего такого долговечности и надежности. Распредвалы ОКБ двигатель не очень злые, с их фирменными шестернями. Ведется настройка сейчас до сих пор. Выбираются лучшие фазы и моменты. Мотор, в принципе, сейчас в процессе настройки. То есть, проехал он всего-навсего 400 километров. И, ну, работы все еще ведутся. Бачок Audi 100 расширительный. 44-й или 45-й кузов точно не помню. Точно так же тема всем москвичеводам известная. Аккумулятор был перенесен соответственно, на левую сторону по ходу движения, потому что справа уже и место стало чуть поменьше, да и температура там от турбины и даунпайпа достаточно значительная. Один модуль зажигания. Не стал я переводить на индивидуальные катушки. Соленоид давления наддува, который раньше был клапаном продувки абсорбера. Все это реализовано в прошивке. Тормоза пока остался вакуум стандартный. Вообще, тормоза полностью стандартные на машине. Это будет производиться в дальнейшем, доработка их и поиск. То есть, машина работает на датчиках дат и датчика температуры воздуха. Китайский Буов ХКС пшикающий как следует, но пшикающий только после доработки. Проводка была полностью заново проложена. Как бы идут отдельно косы под ЭБУ и отдельная родная коса на освещение и управление печкой и так далее. подобным. В принципе, ничего сверхъестественного здесь не сделано. Сделано все немножечко по-своему, своеобразно, но готовая схема уже есть у многих. Такая же. Вот провода висят от ШДК для настройки. Опять же, не вижу никакого смысла катать по УДК. В принципе, наверное, я бы никому не советовал бы катать по УДК. Да, знаю, что ШДК стоит приличных денег. Плюс к всему это даже не мой ШДК. Мне его дали попользоваться на безвозмездной основе. Но турбомотор на УДК можно просто положить. Не дай бог поймается детонация и тогда бюджет ремонта мотора может перекрыть покупку ШДК. Об этом тоже стоит задуматься. Спереди запас по месту достаточно маленький в Москвиче, в отличие от переднеприводного УАЗа. Однако же сзади достаточно просторно. Плюс ко всему даунпайп был проложен не как идет оригинальный выхлоп, а над ШРУЗом. Потому что если бы труба прокладывалась под ним, во-первых, это дополнительный нагрев на него, во-вторых, она стоит очень низко. Коллектор выпускной, сваренный аргоном, так же достался мне вместе с турбиной обмотан в термоленту. После последних покатушек я понял, что вообще не зря это сделано, потому что и турбина, и коллектор светились оранжевым цветом. Я думал, кстати, что я не достигну таких результатов. Однако, факт остается фактом. Варилось у меня все это на работе, собственно, денег тоже в это вложено не было. Труба масс downpipe, выхлоп вообще весь собран на двух резонаторах. Что еще можно сказать? Да в принципе ничего интересного. Если у кого-то возникнут какие-то отдельные вопросы, конечно же я с удовольствием на них отвечу. А так вот, пока катаемся, настраиваемся. Все нормально. 185 теоретических лошадей. Это очень серьезно, как я теперь понимаю. И это требует определенной ответственности. Безусловно, тормозов подвеска уже доработалась, потому что как только машина смогла передвигаться самостоятельно по дорогам общего пользования, уперлась в первую очередь все в подвеску, а не в тормоза, как оказалось. Машину приходилось ловить по дороге. Рулежка была абсолютно никакая. в конечном итоге опять же пошли по пути наименьшего сопротивления. У любого москвичевода есть вариант полу-субару подвеска и какой-то колхоз от ВАЗа. Опять же, исходя из соображений дешевизны и того, что валяется под ногами, подвеска собиралась на ВАЗовских запчастях. Конкретно были установлены опоры передних стоек ВАЗ-2110. Переварилась чашка. Осталась внешняя часть чашки над пружиной от москвича, внутренняя часть соответственно от десятки. Это дало определенный результат. Также поставили газомасляные амортизаторы восьмые с проставкой в сапоге. все это работает очень неплохо. Купили сразу новые пружины, отрезали их чуть ли не пополам, достаточно много. В общем, пружины сейчас отрезаны до такой степени, чтобы когда машина вывешивается на подъемнике, они просто не выпадали, они были немного поджаты. Это дало адекватную посадку и реально неплохую управляемость. Руль достаточно острый на нем, несмотря на то, что достаточно большое количество оборотов. также стоит пару слов сказать о прошивке. Мотор построился на январь 7.2. Опять же, бытует разные мнения. Кто-то говорит 5.1 быстрее, кто-то говорит 7.2 функциональнее. Мне абсолютно было все равно. Был доступен 7.2. Проводка нашлась также легко под 7.2. Ну, соответственно, на этом все и строилось. Прошивка JCMES Спасибо большое форуму EQSystems ребятам, которые разрабатывают, которые выкладывают ее в свободный доступ, потому что это на самом деле огромный функционал по настройке, поддержка датчиков абсолютного давления, датчиков температуры воздуха, регулировка буста, еще много разных фишек. Об этом очень хорошо расписано у Димона Ершова, создателем программы моторчик, за это ему отдельное огромное спасибо, очень сильно упрощает жизнь при настройке мотора, катается машина по ШДК, если будут какие-то вопросы, они обязательно будут, я с удовольствием на них отвечу, может быть сниму отдельное видео, может быть в текстовом варианте отвечу, это уже зависит от конкретных вопросов, спасибо за внимание